Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске появился новый застройщик. Чем вызвана замена мраморной плитки? Каким будет зал с органом? Что будет с головой Ленина? Ремонт и работа мем-центра в полном разгаре. Научат быть хорошим руководителем и бизнесменом. В Ульяновской области открыт конкурс для лидеров. Качество жизни в муниципалитетах и привлечение инвестиций в районы Ульяновской области. Аппаратное совещание губернатора Ульяновской области. Началось обсуждение дел о здравоохранении. Глава области подверг критике работы директора территориального отделения фонда обязательного медицинского страхования Владимира Смирнова и поручил уволить его. Причиной разбора стал неподготовленный доклад перед депутатами законодательного собрания. Человек, который не понимает ни цифр, ни тенденций, возглавляет наиважнейшее направление в нашей деятельности. Зачем вы его держите? Можете мне объяснить? Объясните мне. Объясните мне. Объясните мне. Губернатор также раскритиковал в состоянии Центральной городской клинической больницы и Сурской районной больницы. С 1 января будет упразднена освобожденная должность председателя правительства области. Кабинет министров возглавит лично губернатор. Параллельно будет сокращен ряд министерств и ведомств. Вот о министерстве Смирады я уже сказал. В том числе и ряд других. Министерство, ведомство будет также оптимизировано, сокращено. Глава области остался недоволен тем, как выполнять его поручения в муниципальных образованиях. Досталось Димитровграду, где губернатор побывал в минувшую пятницу. При поездке в Димитровград попросил, чтобы мне дали информацию о том, как идет исполнение поручений губернатора по городу Димитровграду. Достаточно приличное количество, либо частично, либо вообще не исполнено. Однако руководство города наличие упомянутой проблемы отрицает. О том, что поручения не выполняются, в мэрии словно не знают. Примот библиотеки, упомянутой губернатором, будто не слышали. Было давно достаточно много поручений по объектам социальной сферы, как школы, детские сады, объектам спорта, культуры. Практически все поручения выполнены. Губернатор поручил еженедельно проводить совещание по обсуждению выполнения поручений. Начать решено с Димитровграда на этой неделе. Тогда и будет понятно, кто прав, а кто не прав в этой ситуации. Следующей темой аппаратного совещания стало проведение декады некоммерческих организаций. Губернатору был доложен один проект, касающийся развития кинематографии в регионе. Он называется «Классные показы», направленный на пропаганду детского и младежного кино. То есть это кинальмонах, который состоит из трех блоков. Первый блок, значит, это кривический непосредственно. Второй блок, значит, это художественный воспитательный характер фильмы. Это показ короткометражных детско-юношеских фильмов. И третий блок – патриотический. Прошло уже шесть подобных показов, которые вызвали большой ажиотаж у зрителей. Причем демонстрации кинальмонах проходила не только в Ульянске, но и в районах области. Губернатор поручил оказать всяческую поддержку реализующемуся проекту. Кроме ДКДНКО с понедельника стартовала тематическая неделя национального проекта «Экология». Вся неделя будет посвящена федеральным проектам, которые являются составляющими большого национального проекта «Экология». Это сохранение лесов, это сохранение уникальных водных объектов, это оздоровление Волги и чистая вода. И это, конечно же, самый такой важный и серьезный проект, который связан с реализацией реформы чистоты. В программе недели намечено проведение круглых столов, совещаний и посещений учреждений и предприятий, где происходит строительство и перевооружение природоохранных объектов. В заключении аппаратного совещания обсудили еще один важный проект. Он связан с внедрением умного освещения на улицах Ульяновска. Реализовывать проект планируют начать уже в этом году. Каждая фонарная опора будет включать в себя специальный модуль, который сделает освещение умным. Наличие данного модуля позволяет контролировать потребление и параметры электроэнергии, что позволяет эффективно распределять параметры электрической сети, прогнозировать и регулировать потребление электроэнергии с помощью накопленной базы данных за прошедшие периоды. И это далеко не все. Умное освещение позволит определить неисправность любого светильника, оснастить фонари видеокамерами и кнопкой экстренного вызова полиции, и даже общегородским Wi-Fi. Пока пилотной площадкой для реализации проекта станут 19 и 18 микрорайоны. В дальнейшем его планируется опробовать на Северном и Среднем Венце и в Новом Городе, а в течение трех лет распространить на весь город. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Вчера в Карамзинском зале правительства Ульяновской области собрались главы и экономисты районов. Они обсудили новые подходы к существующим экономическим реалиям. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций, по мнению губернатора, является причиной достаточно низкого уровня жизни в регионе. Поиски инвесторов должны стать одной из важнейших задач для муниципальных руководителей. Павел Половов подробнее. В начале совещания по финансово-экономическим вопросам Сергей Морозов резко раскритиковал подходы муниципалов к поиску инвесторов и инвестиций. В нашей области прогрессирует естественная оболь населения. Только за 2018 год наш регион потерял более 8 тысяч человек. И эта цифра далеко не самая высокая. В 90-е годы, в начале 2000-х годов, эта цифра была в разы больше. Ну, не в разы, а на несколько, на несколько десятков процентов больше. Но за последние 7 лет это самая высокая цифра. Есть и другие неприятно высокие показатели. Причина – отсутствие высоких экономических показателей. Успешная современная экономика базируется прежде всего на привлечении инвестиций и, как следствие, развитии производств, создании рабочих мест, которые – залог благополучия населения. Целостная картина складывается из многих факторов. Неправильно собранная статистика может лукавить. Поэтому АНА, Центр стратегических исследований Ульяновской области, избрал принципиально новый способ выявления проблем на муниципальных территориях. Для того, чтобы оценить, насколько эффективно работает власть, или в данном случае работает глава муниципальных образований, есть несколько, ну, как бы, способов и пониманий таких. Ну, вот как развивается экономика, как развивается предпринимательство. Это, конечно, очень важная вещь. Но, а с другой стороны, не все же измеряется только в деньгах, там, в развитии предприятий и так далее. Очень важно еще и понимать, какое качество жизни на территории. А какова преступность? А какова ситуация с экологией? Какова ситуация с водой, с воздухом, там, я знаю, с дорогами, со здравоохранением и так далее? Это же не в чистом виде экономики. Однако именно эти факторы показывают истинное положение дел. Если люди много и стабильно зарабатывают, то преступность падает, учреждение процветает, а территории благоустраиваются. Если все это отсутствует, то никакие рейтинги и цифры финансово-процентных показателей не способны отразить истинное положение дел. Скорее даже запутать. Правительство региона приготовило целый ряд мероприятий, которые должны изменить ситуацию. Это внедрение стандарта формирования благоприятного инвестиционного климата муниципальными образованиями, а также органами исполнительной власти. Одним из элементов которого будет формирование новых программ обучения для команд из муниципалитетов и команд из органов власти. Прежде всего, обучение будет направлено на формирование положительного образа территорий, которые в дальнейшем, соответственно, эти сотрудники смогут предлагать инвесторам. Губернатор считает, что любое действие власти или производственника, начальника любого уровня, должно быть направлено не на призрачное понятие развития, а на улучшение благосостояния и качества жизни конкретной группы людей, будь то рабочие завода или жители муниципального образования. Именно на это направлены национальные проекты. Безопасные и качественные дороги, образование, здравоохранение, экономика, жилье и городская среда – все прочее нужно не само по себе, а только в соотнесении с положительными результатами, которые они несут жителям страны и региона. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. К 2024 году в Ульяновской области должно появиться 120 миллионов квадратных метров жилья. Как известно, для выполнения плана нужны строительные ресурсы, в том числе крупные застройщики. Губернатор Сергей Морозов посетил презентацию новой строительной компании, входящей на строительный рынок региона. О целях и задачах подробнее в нашем материале. Жилой фонд будет расти. В этом году в Ульяновской области появился филиал компании «Железно». Губернатор Сергей Морозов посетил презентацию нового инвестора. Глава региона рассказал о задаче, которую необходимо выполнить в ближайшее время. Мы хотим действительно в достаточно короткий период времени, жизненный период, при нашей с вами жизни, как я очень часто говорю, сделать все, чтобы в городе Ульяновске проживал не менее 1 миллиона человек. Главный архитектор компании Алексей Иванов рассказал о своих предпочтениях. По его мнению, каждый дом должен быть со своим характером, планировкой и высотностью. Специалист против типовых районов на одно лицо. Опасная и неправильная в развитии городов – это массовка. Мы столько раз на это наступали. И если в нашей с вами истории массовка 50-х, 60-х, 70-х, ну в 70-х, в меньшей степени, еще имела оправдание для огромного количества людей, то сегодня идти по этому пути, мне кажется, очень странно. За 9 месяцев 2019 года в Ульяновской области появилось 616 тысяч квадратных метров жилых площадей. Напомним, регион участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда». Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Уллправда ТВ. В Ленинском мемориале уже несколько месяцев активно ведутся ремонтно-реставрационные работы. На этот раз наша съемочная группа побывала в малом зале, где началась реконструкция. Заодно строители рассказали, как в дальнейшем будет выглядеть этот объект и что еще предстоит сделать. Слово Ирине Антоновой. Малый зал Ленинского мемориала, где сейчас идет демонтаж старого покрытия пола, посетили ульяновские архитекторы и краеведы. Их пригласили строители и сотрудники мемцентра, чтобы обсудить проект реконструкции концертного зала, выполненного ульяновским архитектором Евгенией Воронцовой. К сожалению, сама автор не смогла прийти. Самое важное изменение в малом зале здесь планируют установить орган. Несмотря на то, что проект уже прошел все необходимые этапы общественных слушаний, он по-прежнему дорабатывается. Основной задачей данного проекта было сохранение данного зала. То есть фактически у нас сохранены три стены, потолок практически и пол. То есть наполнение только по поводу сцены, в связи с тем, что акустические сцены так и намного выигрывают. Такое расположение сцены нам дает 50 человек на сцену. Могут они посадить. Это малый состав симфонического оркестра. И та аппаратура, которая здесь будет применяться, это фирма «Ямаха» для улучшения звука. Думаю, что, как говорят звуковики, зал должен быть на 4 с плюсом. К слову сказать, архитекторы сделали замечание по цветовой гамме, на что проектировщики ответили, что это обязательно учтут и доработают. Участники рабочего совещания также интересовались другими текущими работами. Например, чем все-таки вызвана замена мараморной плитки на фасадах здания. Как известно, материал, из которого она сделана, долговечен. При более детальном дообследовании, которое сейчас проводится генподрядная организация, выявлены места, что пошла коррозия по металлическим конструкциям, то есть задет каркас. Из-за этого были перенапряжения в скелете здания, из-за чего, если появляется напряжение в металлическом каркасе, они передаются на кирпич, кирпич передают на мрамор, он начинает разрушаться. Собственно, разрушение мрамора на стене можно было наблюдать невооруженным глазом, когда чуть ли не на голову сыпались куски и плитки. В настоящий момент строители вскрывают главные несущие балки по периметру, потому что по ним тоже пошла коррозия. В дальнейшем их будут обрабатывать специальными растворами и только потом покрывать плиткой. Кстати, новая плитка из того же мрамора, что и старая. Он был добыт в карьере рядом с поселком Коилга Челябинской области. Как заверяют специалисты, плитка идентична по качеству и цвету прежней. Правда, монтировать ее будут не на цементный раствор, а на алюминиевые конструкции, которые по характеристикам от производителя могут работать до 500 лет. До сих пор проводится экспертиза здания, берутся пробы кирпича, раствора, проводится проверка прочности металла, ультразвуковая, лучевая и всякие другие. Занимаются постоянно проектировщики, анализируют, принимают решения. И проект готовится постоянно, он в работе. Несомненно, в любом здании главным является фундамент. По словам Николая Ивановича, особых опасений он не вызывает, хотя подвижки грунта были с первого дня строительства здания. Просадки колонны свои фундамента наблюдались со дня сдачи в эксплуатацию мемориального комплекса. Мы стараемся сегодня как раз обезопасить этот момент, перекрыв обводнение грунтов, восстановив системы канализации, стоков и так далее, чтобы у нас не попадала лишняя вода в грунты, которая довольно проблематичная. На несколько месяцев исчезнет с южного фасада здание горельеф Владимира Ильича Ленина, выполненный скульптором Николаем Томским. Это необходимо сделать, чтобы выполнить облицовку в этой части здания. Сейчас разрабатывается проект по его демонтажу, консервации, сохранению, а потом восстановлению на прежнем месте. Как подчеркнули строители, к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина мемцентр останется в лесах. Завершение фасадных работ ориентировочно запланировано к декабрю 2020 года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Региональное правительство готово взять под свое крыло Демитровградскую ассоциацию ТОС. Это позволит вывести на качество новый уровень работу общественников и избавить их от бюрократических проволочек, которые то и дело появляются у местных ТОСов в работе с мэрией муниципалитета. Территориально-общественное самоуправление в Демитровграде развивается. Не так быстро, как ульяновские коллеги, но все же. На сегодняшний день в ассоциацию входит 16 ТОСов Демитровграда и Америкецкого района. В скором времени к ним присоединятся еще 8 объединений. Горожане начали в полной мере понимать, что объединившись, они могут не только благоустраивать свои придомовые территории и организовывать большие праздники двора, но и приносить реальную пользу любимому городу. Вот только эта польза почему-то оказалась не очень-то и нужной городской власти. Сергей Морозов, которому общественность пожаловалась на сложные взаимоотношения с местной властью, поручил профильным ведомствам из регионального правительства разобраться в проблеме и оказать содействие ТОСам Демитровграда. Отметив, что за этими людьми стоят реальные дела, направленные на развитие города и сохранение традиций. Яркий пример благоустройства и открытия на улице 50 лет октября уютного местечка, посвященного памяти небесного покровителя Демитровграда Архимандрита Гавриила. ТОСовцы вместе с предпринимателями и благотворительным фондом благоустроили родник, сделали входную группу, чтобы приходящим сюда людям было комфортно. Наша администрация, ни городская дума, ни администрация города на открытие не пришли, а люди делали своими руками, без копья, и нужно было нас все-таки поддержать. Было нам очень обидно, что мы сами все это сделали руками общественности, а вот кроме вас никто не оценил. Разумеется, общественники занимались благоустройством памятного места не для чиновников, не для галочки, а для рядовых граждан. И в этом случае ТОСовцам было важно просто понять, нужна ли их работа любимому городу. И готова ли власть объединиться с ними в стремлении улучшить жизнь горожан. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специально для Управда ТВ. 21 октября в Ульяновске официально стартовал третий областной конкурс региональной лидеры 2019-2020. Принять участие в проекте могут граждане с высшим образованием и опытом управленческой деятельности не менее двух лет. Конкурс проходит в четыре этапа. На этот раз более 70 человек поучаствовали в профессиональном мастер-классе и уроке карьерных консультаций от топ-менеджеров. И это неспроста, ведь призы достойны сертификаты на обучение в корпоративном университете и зачисление в резерв управленческих кадров Ульяновской области. Подробности у Натальи Чумаченко. В Ульяновском государственном техническом университете губернатор дал старт третьего областного конкурса региональной лидерам. Сергей Морозов встретился с лидерами, участниками кадровых конкурсов и проектов. Для нас для всех поставляет огромное удовольствие видеть друг друга, потому что здесь собрались люди, которые, несомненно, являются той зарождающейся гордостью, о которой мы постоянно говорим на разных площадках, когда говорим о лидерстве. Во встрече приняли участие более 70 человек. Это те, кто уже добился успеха в карьерном росте. Финалисты и полуфиналисты регионального всероссийского конкурса «Лидер России разных лет», участники президентской программы, руководители предприятий не планируют останавливаться на достигнутом. Хотят брать новые вершины. Не хочу останавливаться на достигнутом. Хочется продолжать развиваться, открывать для себя что-то новое. Это, во-первых, общение с новыми людьми, какие-то новые горизонты, новые вызовы. Поэтому интересно. Я и в этом году планирую участвовать. Главное, по мнению участников, конкурс дает инструменты для карьерного роста, учит работать в команде, а также дает возможность познакомиться с самыми успешными управленцами не только региона, но и страны. Самый основной плюс этого конкурса – это, на мой взгляд, социальные контакты. Потому что ты приобретаешь знакомство с теми людьми, с которыми ты, возможно, в обычной жизни никогда бы не встретился. Принять участие в проекте могут граждане с высшим образованием и опытом управленческой деятельности не менее двух лет. Конкурс проходит четыре этапа с 22 октября 2019 года по апрель 2020 года. Победители получат дипломы и сертификаты на обучение в корпоративном университете, а также будут зачислены в резерв управленческих кадров администрации Ульяновской области. Мы не первый раз проводим конкурс региональный, причем хочется отметить, что мы, в общем-то, даже как-то не задумываясь о том, что будет в будущем, три года назад, у нас возникла идея проведения регионального конкурса, и как-то так получилось, что буквально через несколько дней после того, как мы озвучили свой конкурс, федеральный конкурс также был объявлен. Конкурс региональной лидеры – это продолжение последовательной политики президента России, направленной на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны. Напомним, всероссийский управленческий конкурс лидера России реализуется в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. В Ульяновской области завершился восьмой чемпионат Приволжского федерального округа по восточным танцам. Для участия в одном из самых зрелищных мероприятий в календаре культурных событий города Атомщиков съехались порядка 700 участников. Димитровград представлял народный коллектив «Жасмин» под руководством Гульнары Софиулиной. Большой галоконцерт чемпионата ПФО по восточным танцам. Центр культуры и досуговосход в Димитровграде в минувшие выходные захватили зажигательные ритмы восточной музыки и яркие краски костюмов участников. На протяжении трех дней лучшие танцоры по Волжье в возрасте от 5 и до 60 плюс демонстрировали свое мастерство. В этом году этот чемпионат проходил три дня с мастер-классами и участников было около 700 человек. Очень значимый чемпионат, потому что любое соревнование, любое подобное мероприятие является стимулом и серьезной мотивацией, особенно для детей. Они смотрят на старших, они готовятся. Вот мы лично на своем опыте могу сказать, что мы начинаем готовиться к октябрьскому чемпионату, к новому сезону с апреля месяца. Одной из самых зрелищных номинаций чемпионата было исполнение танца под звуки восточного барабана «Таблы». Здесь члены жюри оценивали не только умение танцовщицы импровизировать под незнакомую мелодию, но и работу аккомпаниатора. До выхода на сцену ни танцовщица, ни музыкант не знают творческих способностей друг друга. У меня была импровизация по таблу «Классика» и «Индийский танец болевод». Каждый день тренировались дома, на занятиях, включали разную таблу, например, тоже импровизировали. Чемпионат, проходивший в Димитрограде в восьмой раз, оставил несгладимое впечатление не только у постоянных участников, но и у дебютантов мероприятия. Я здесь впервые, но я очень надеюсь, я уверен, что еще приеду. Чемпионат проходит на хорошем уровне, то есть организация мастер-классов, концертов. По итогам чемпионата в копилке димитроградских танцоров порядка 40 наград различного достоинства. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Димград 24, специально для Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 23 октября в регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на уровне 11 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале Улправда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова